В городе Абай наконец-то стали демонтировать брошенные здания. Опасные дома некогда были построены для шахтеров, однако в середине лихих 90-х, во время всеобщего кризиса и повального закрытия шахт, люди стали покидать город. Что же наконец побудило местные власти начать действовать, узнавал Марк Брюшко. Здесь теперь не слышны людские голоса, а природа, кажется, снова отвоевала у человечества свое. Наверное, именно этими словами стоило бы начать фантастическую повесть о некой техногенной катастрофе или гибели людской расы. Однако эти унылые пейзажи не что иное, как окрестности города Абай. Для местных жителей уже стало привычным мрачные силуэты разбитых домов, а вот на приезжих они оказывают самое что ни на есть шокирующее впечатление. Вот это великая китайская стена Абая. Именно так ее прозвали местные жители, некогда самый элитный район города. Именно с этого дома и началось всеобщее разрушение. В середине 90-х, когда шахтеры стали терять рабочие места на стремительно закрывающихся предприятиях, мысли у всех были одинаковые – необходимо уезжать из города. Тогда практически половина всех жителей Абая покинула город. Спустя годы населенный пункт вернулся в русло развития и даже во многом преуспел. Однако брошенные дома все еще напоминают о том страшном времени. И вот спустя более чем 15 лет представители местной власти решили – ветхие строения необходимо сносить. В данный момент произведены демонтаж около 14 домов. Осталось два дома демонтировать. Также проводится рекультивация этих земель. И ввозится три дома в строительную дом. Эта работа продолжена в следующем году. Мы рассчитываем в течение трех лет эти 40 домов по оставшейся демонтировать. Под действием времени около полутора лет назад пустующие многоэтажки стали обваливаться сами по себе. Они и в прямом смысле стали опасны для жизни людей. Кроме того, в относительной близости от этих домов нередко происходят преступления. Всего в городе Абай существует 56 пустующих дома, непригодных для жилья. В 2010 году Акимат Абайского района провел ревизию этих домов. После чего обратился в республиканский бюджет с просьбой выделить материальные средства для демонтажа опасных строений. На это дело государством было выделено 204 миллиона тенге. Те места, которые будут освобождены, имеют все коммуникации. Водопроводные, канализационные, электрические сети там подведены, честно говоря. Мы все инфраструктуру, которая имеется, мы там не разрушаем. В следующем году властями Абая планируется снос еще 21 разбитого дома. На месте всех демонтированных строений будут возводиться многоэтажные дома по новым технологиям и архитектурным нормам. Наша съемочная группа спросила у жителей Абая, как они относятся к этой идее. Мы же хорошо. Людям жилье, работа, все есть, пожалуйста. Предоставляется людям такая возможность, правильно? Поэтому я считаю, что это все правильно. Конечно, да. Город будет жить, дышать. Я бы сказала, что сначала нужно восстановить производство, чтобы люди, приток людей был. Кому дома, хоть старые, хоть новые, кому? Нет людей. А когда-то здесь ходили люди, играли дети. Раньше я жил в том доме. Третий подъезд, пятый этаж. Конечно, снос таких опасных зданий делал благородное. Но мне, как и любому другому жителю города Абай, будет очень тяжело расставаться с этими домами. Марк Брешко, Боржан Алипов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова